Добрый день, дорогие друзья! 101 PR в эфире, с вами снова в эфире Дарья Тангел. И у меня в гостях Оксана Лихачева, действующий предприниматель и бизнес-наставник. И сегодня мы поговорим об очень интересной теме «7 ошибок предпринимателей, из-за которых утекает 60% прибыли». Здравствуйте, Оксана! Да, здравствуйте! Да, 7 ошибок, из-за которых мы теряем деньги как собственники. Да, Оксана, давайте начнём, наверное, с самого начала, как это обычно и бывает. Вот 7 фатальных ошибок. Почему 7? Ну, во-первых, число красивое. Во-вторых, ну, вы знаете, я могу сказать и 3 самое важное. Могу сказать и 77. То есть тут вопрос уже размаха и конкретно самого бизнеса. Вопрос уже размаха и ограничения эфира. Так говорить я могу бесконечно, да, и рассказать и ошибки, и достижения, и как их исправить. Но это уже другое. Какая первая ошибка? Вот самое-самое главное, на чём спотыкается большинство предпринимателей? Вот самая главная ошибка, и она самая логичная. Да, то есть вот так, то, что происходит вот в этой ошибке, это очень логично. Кто делает бизнес? Сильные люди. Собственники — это сильные люди, потому что это ответственность. Я бы даже сказала, в конкретно нынешних реалиях, это смелые люди. Здесь-то я вообще сказала бы самоликвидатор даже в сегодняшних условиях. Это очень сильные люди. И что мы видим? Они начинают делать, от чего отталкиваться? От того, как надо им, от своих ощущений, от своих возможностей и потребностей. Они начинают работать, и что они видят в сотрудниках? Что у людей нет таких потребностей. И мотивации. Нет такой мотивации, нет таких возможностей. И первая ошибка — это, знаете, сделать из себя солнышко. Вот ты вот внутри, а вокруг тебя лучики, да? То есть это такой двухголовый пятирук, у которых вот руки — это сотрудники, но движок, сердце, разум, идейный вдохновитель — это собственник. И, соответственно, вот он начинает работать, и вокруг него куча помощников. И собственник начинает работать. Ну, сколько так можно работать в таком формате? Ну, по себе скажу, что недолго. Недолго, да. И потом начинается вот этот кризис. Ох, что-то с людьми не то. Что-то люди плохо работают. Вот, подожди, но если ты забрал на себя все функции, ты пашешь, как хороший, добротный конь. Всех направляешь. Всех направляешь, да. Всех мотивируешь. И рядом с тобой нет ни одного такого же вожака, потому что все помощники. Причём, когда мы видим, как собственник управляет, это харизматично, дерзко, жёстко. Ну, а сильные лидеры в таком формате не удерживаются, они отпадают, и вокруг него такие люди, которые готовы работать под жёсткой плёткой, под жёсткими указаниями, жёстко получая за свои ошибки. И вот мы ждём, когда же наши сотрудники подрастут. А они не подрастут, потому что это не те сотрудники. И вот собственник понимает, что у его бизнеса очень много возможностей, что он силён, идей много, а сделать ничего не может, команды нет. И это вот самая первая фатальная ошибка – ждать, что вот из этих людей вырастет команда, которая потом тебя подхватит и понесёт как волна. А семена не те посеяны уже сразу. И что сделать-то с такими людьми? Ну, здесь надо понять, что, во-первых, собственник никогда не меняется один на один. То есть мы берём собственника, убираем его из организации, и ставим туда другого человека. Вот такого не будет никогда. Собственник может замениться на трёх-пятерых людей. Представляете, какая там сила? Это всегда так и есть. И начинать нужно с того, чтобы одну какую-то область отделить от себя и доверить её. То есть это вот следующая ошибка, которая есть. То есть она у меня четвёртая стоит. Но вот не доверять людям – это очень большая ошибка. Почему? Потому что страшно они наделают ошибки. И я сейчас скажу страшную вещь. Это правда. Они наделают ошибки. Ну, в принципе, как и сам собственник тоже совершают ошибки. То есть в этом ничего криминального на самом деле нет. На самом деле нет. Просто когда ты потерял контракт, для тебя как бы это логично. Ты можешь объяснить себе, почему ты его... Ты можешь себе объяснить. У тебя есть план выхода из этой ситуации. А когда, извините за выражение, какой-то там сотрудник, извините меня, в моём бизнесе потерял ключевой контракт, да я порву его. Да, то есть вот это мышление... И все объяснения кажутся оправданиями, которые не нужны. Да, они все оправдываются, им ничего не надо. Вот они такие... Нет, на самом деле это как езда на велосипеде. Можно ли научить ребёнка ездить так, чтобы он не падал? Нельзя. Можно ли сотрудника научить работать так, как вы, чтобы он не падал? Нельзя. Чтобы он не косячил, там не ошибался. Надо помочь ему совершить эти ошибки и помочь ему с ними справиться. Научить даже справиться, потому что действительно, я согласна, нужно учиться каждому человеку, не только себе, но и своим подчинённым, более молодым или менее опытным сотрудникам, их учить выходить из сложных кризисных ситуаций. То есть по сути вот потеря контракта, там какая-то ошибка, возможно даже фатальная для каких-то процессов, из любой ситуации можно найти выход. И можно до бесконечности тушить пожары самостоятельно в своём бизнесе, но если твои сотрудники научиться им доверять и научить их решать такие проблемы, то, возможно, в дальнейшем уже не придётся тушить пожары самостоятельно. Да, и здесь ещё, знаете, такой ключевой момент? Вот они потеряли контракт. И представляете, они его взяли обратно. О боже, это их контракт, это их организация. И вот здесь начинает развиваться то самое ощущение, то самое чувство, которое желает видеть собственник своих подчинённых. Просто так люди, знаете, с уровнем мотивации, да я за эту компанию жизнь отдам, они не идут. Все люди идут работать в компанию, удобно, зарплата, да, там, деток, можно ли меня отпускать на родительские собрания и так далее. И мы смотрим с каких-то таких базовых. Но только собственник может сделать так, что сотрудник будет влюблён в эту организацию, он поднимется до уровня, самый высокий уровень, это уровень долга. Да, то есть вот как работают врачи, как работают педагоги очень часто, да, то есть на уровне долга. Кто кроме меня это сделает? И вот сотрудник, который потерял, поднял, это становится его, он становится частичкой организации. И вот это потрясающее ощущение. И это стоит того, чтобы доверять и допустить ошибки. Это стоит. Дать возможность им ошибаться. Круто. Ну, на самом деле, я видела на глазах на своих такие примеры, когда люди из, там, предположим, вот они приходили новичками, и действительно у них была там главная мотивация, чтобы подзаработать денег, да, особенно вот когда кризис только вот начался, вот это вот всё, подзаработать денег, чтобы с ребёнком в больничный, главное, отпускали, и всё. И спустя там полгода, спустя там год, да, и я вижу, как человек растёт, развивается, как у него мотивация меняется с конкретно материальной на мотивацию, что вот эта семья, да, что вот эта компания становится семьёй, что вот этот руководитель становится как там старшая сестра, да, или там как отец родной, да, который помогает, подсказывает, направляет. Нежёстким кнутом его хлещат за каждую ошибку, а каждую ошибку разбирают вместе и смотрят, что можно сделать в этой ситуации. И человек сам, вот этот вот новый сотрудник, он сам предлагает вариант и его поддерживает, подталкивает к успеху. Точно, точно. И ведь за счёт чего идёт собственник? За счёт своих сильных черт. Когда мы берём другого человека, у него черты совершенно другие. Если я, например, как собственник, у меня есть, допустим, способность вести переговоры, и я за счёт этого многого достигаю, то у сотрудника может быть способность к аналитике, у него может быть способность к аргументации, к творчеству, и он достигнет результата, но своим путём. И здесь задача собственника не надавать по рукам, а позволить вот это раскрыться, показать. И вот эта первая ошибка, почему она фатальная? Потому что, когда ты как солнышко, я и мои помощники, это, к сожалению, в организацию не перерастает. Потому что, когда собственник работает внутри, мы оттачиваем бизнес-процессы на нём, как на ключевой шестерёнке. А когда ключевой шестерёнки нет? Заболел, в отпуск уехал. Там другие бизнес-процессы, они не отточены. Когда мы ключевые бизнес-процессы перекладываем на людей, там другие, как сказать, детали, и мы уже с ними работаем, и это организация. А многие ждут, что вот сейчас подрастут мои сотрудники, я стану большим бизнесом, там приходится ломать вот прямо всю структуру через колено и выстраивать, вот разрушить сначала, а потом выстраивать кирпичиками, и там это яма, и не каждый собственник готов на это ещё решиться. Да. В общем, делаем такой маленький вывод, да, не являемся основным ключевым сотрудником компании, да, то есть в один определённый момент. В какой момент вот это вообще происходит, когда человек должен понимать, вот предприниматель, что ему пора из бизнеса, из оперативного управления уходить? Вот где эта грань? Я, возможно, сейчас сломаю мозг, но это должно быть сразу. Понимаете, вот вы смотрите, я привожу такой пример, вот вы купили стиральную машину, и вы можете купить стиральную машину, где сзади есть ручка, и вы будете её крутить. Да, то есть вы сзади крутите барабан, нормально? Собственно говоря, почему бы и нет? Почему бы и нет, да, то есть там нормально эти рычаги поставить, шестерёнки, очень быстро будут крутиться. Вместо тренажёрки. Да, да. А есть второй вариант, вы сразу подсматриваете себе машину, которая работает автоматически, возможно, ещё и сушит. Вот когда вы выстраиваете бизнес, вы должны смотреть на это, как на отдельно работающие. Это организация, и вас в этой организации нет. Вот это высший пилотаж, и если вы посмотрите, когда человек делает второй, третий бизнес, то он так и делает. Он так и делает, и они более успешны. Почему говорят, что по статистике в России люди, которые открывают бизнес после сорока, они более успешны. Слушайте, они уже накрутились барабанов. Ох да. Ох да. Да, да. Поэтому вот здесь этот момент важен. Давайте пойдём дальше. Какие следующие ошибки? Следующая ошибка, это не доставать деньги из бизнеса. Конечно, здесь, опять же, надо рассматривать градиент. Есть, я знаю, такое, что выручка пришла, взяли, сняли, уехали жить на Бали. Ну, то есть, немножко некорректно, да, то есть, всё-таки, финансовое управление должно быть внедрено в компанию. Но вот самое для меня печальное, это когда люди считают, что бизнес они делают не ради денег. Ну, да, это само понятие бизнеса, если я не ошибаюсь, и помню хорошо эконом-теорию, да, из университета, это оно создаётся с целью получения прибыли. То есть, как бы, наверное, наивно и глупо, да, хотя я вам до эфира говорила, что я буду задавать, возможно, иногда наивные вопросы, наивно и глупо говорить о том, что мой бизнес существует там ради социальной какой-то миссии. Ну, блин, ну, что вы, как бы, кого вы пытаетесь этим обмануть себя, наверное, только? Все понимают, что бизнес ради денег. Бизнес делается ради денег, и я очень часто вижу, что когда люди, типа, попадают в какое-то состояние неуспеха, они начинают притягивать вот эту теорию, что им этим нравится заниматься. И деньги почему-то потом не идут. Да, да. Вот, здесь, на самом деле, у меня есть чёткий вопрос, который ставит мозги на место. А как вы понимаете, что ваш бизнес хорошо работает, даже если вы делаете его с точки зрения социальной значимости? Например, я хочу, чтобы вот все девушки ходили в красивых украшениях, или я хочу, чтобы там все были здоровы. Окей, а как вы понимаете, что вы достигаете этой цели? По какому критерию-то? Мне кажется, здесь вот, вот это ложное абсолютно, вот то, что вы слышали, да, то, о чём вы говорите. Мне кажется, внутри человек ищет, хочет не того, чтобы все ходили в его украшения, он ищет признание, да, то есть вот, он завуалирует это таким образом, он ищет признание, чтобы его изделие, то есть его труд был популярен, да, чтобы его труд покупали. Это признание абсолютно, то есть тут как бы, мне кажется, да, да, то есть здесь вот в чистом виде, мне вот это нравится делать. Ну хорошо, ты сделай это каким-то хобби, да, то есть сделай своим подругам эти украшения и дари им три раза в год на какие-то праздники, да, но когда мы идём в бизнес, и пытаемся это продавать, и пытаемся это продавать, мы продаём всегда либо товар, либо услугу, и чаще всего люди продают очень хорошие товары и услуги. Я спрашиваю, вот вы делаете бизнес, вы бы хотели, чтобы люди больше получали ваших услуг? Они говорят, конечно. Вы бы хотели, чтобы в вашем репетиторском центре занималось больше детей? Конечно, ведь я несу такую пользу. Понимаете? Что мои услуги такие качественные. Да, я говорю, слушайте, если ваши услуги и товары такие качественные, вы понимаете, что это преступление продавать мало? Вот вы знаете, что это там немножко спасает мир. Какого вы сидите, вы так мало продаёте, да? То есть вот этот критерий, как вы понимаете, что ваши товары действительно хороши, как вы понимаете, что ваши услуги лучше, чем у конкурентов? Вам платят больше. Да, то есть есть у вас такое, что можно вот купить что-то, а можно купить качественное, вау, какое-то, да? И если это дороже, у вас же не возникает вопроса, почему это дороже? Почему, не знаю, какой-нибудь там Хилтон или какие-то отели, какие-то места отдыха, они стоят дороже? Просто так, что ли? Нет, там есть люди, которые готовы платить за это. И вот это показатель, на самом деле, успешности бизнеса. Здесь можно всё, что угодно отрицать, да? То есть тогда, если вы говорите, я это делаю для себя, тогда это эгоизм, тогда вы эгоистка. Я делаю это для себя, а это классно? Классно. Вы хотите, чтобы больше людей это получали? Нет. Да? То есть я делаю это для себя. Мне, чтобы быть абсолютно счастливой, надо продавать одно изделие в месяц, и я счастлива. И мне неинтересно, что там другие люди, да? Ну, бред. Да, конечно. Конечно, бред. И любой бизнес, он правильно делается ради прибыли. Прибыль – это показатель того, что мы делаем правильно. Например, возьмём фитнес-зал, да? То есть вот абонемент может стоить, например, тысячу рублей, а может стоить три. Да. Да? В каком случае я буду покупать три? Когда я буду видеть, что я получаю результаты, я получаю какие-то качественные услуги. И задача собственников этого добиться, чтобы не было стыдно брать деньги. И большие деньги. Да. Чтобы говорить, да, это действительно столько стоит. Себе обоснуйте, что вы продаёте, почему это стоит, и это начнёт легко продаваться. Не надо здесь никаких комплексов испытывать и так далее. Вау, это стоит столько-то. Ну, тут элементарный, да, конкурентный анализ в любом случае должен присутствовать. То есть, даже вот вы вначале с вами сказали, что предприниматели открывают именно то, что, в чём он ощущает потребность. Ну, чаще всего, то есть, есть, конечно, глубоко просчитанные финансовые модели, когда человек просчитал, понял, что именно это зайдёт, да, не основываясь, возможно, даже на своих каких-то пожеланиях, а, как говорится, чисто бизнес, ничего личного. Вот. А чаще всего, действительно, я тоже с этим сталкивалась, открывает именно то, что, о чём душа поёт, да, грубо говоря, чего самому хочется. И, соответственно, когда, там, предприниматель открывает, запускает новый бизнес, он смотрит, то есть, что у конкурентов, да, какие у них цены, то есть, тоже брать тупо деньги, там, сумму за свою услугу или за свой товар с потолка, это, наверное, не совсем, ну, не аргументировано, как минимум, да, и, соответственно, мы проводим конкурентный анализ, смотрим, что там у конкурентов, какие, какого качества услуги, какого качества товары, сколько они за это просят. И, причём, я, моё мнение, сугубо моё личное мнение, никогда я ему, никому не навязывала, но я считаю то, что ряд товаров, большинство товаров могут стоить дороже, и их будут покупать, если они будут стоить дороже. Потому что большинство людей, ну, не большинство, ладно, часть людей, они просто даже на ценник не смотрят. Да, такое есть, и здесь надо всё-таки смотреть, цена и ценность, да, то есть очень похожие слова, и если есть ценность, то за это будут платить определённую цену. И, действительно, вот вы правильно сказали, что некоторые бизнесы открывают по уровню души, это вот сейчас, вот молодой поток предпринимателей идёт от этого, но не забывайте, что очень много бизнесов, которые уже крепко стоят на ногах десятки лет, и я слышу это от некоторых предпринимателей, собственников бизнеса, которые говорят, Оксан, какая цель, какая мечта, есть надо было в 90-е, и мы открыли этот бизнес. Такие бизнесы тоже есть, и они и сейчас открываются, они зависят от ресурса, они видят, опа, вот эти трубы можно Коля продать, Коля купит, и начинается трубный бизнес. Ах да, я сколько таких историй слышала на своём веку, когда действительно там, грубо говоря, там делянка подвернулась, всё, давай будем в лес перейти, и пошло, поехало, и человек, всё, у него прекрасный бизнес, всё отстроено, то есть это вот, это случай, вот как вы говорили, подвернулась, да, подвернулась, и вот он начал заниматься, это тоже, кстати, интересный процедент. Да, ресурсы надо уметь искать, вот допустим, мы самое главное, я вот считаю, что мы много работаем с собственниками, но самое главное, я считаю, что меняет их полностью мировознание, мы учим их искать ресурсы. Нам иногда кажется, ох, ничего не сделать, всё пропало, нет, мы начинаем работать, мы ищем ресурсы, всегда есть ресурс, который выводит компанию на новый уровень. И вот эти бизнесы, которые ресурсно организовались, либо это были какие-то знакомые, либо какие-то деньги, либо советское предприятие, которое как-то досталось папе, маме, там, да, и это тоже ресурсы начальные, а дальше надо с ними уметь работать, и ведь всё меняется. И почему эти люди, ну, слушай, у тебя были ресурсы, ты работаешь 20 лет, ну, должен был уже системку-то наработать, что же ты ходишь по учёбам, то есть такой умный? Никогда не поздно учиться, господи, это же естественно. Учиться это, во-первых, и во-вторых, всё меняется. Да-да-да. Рынок до такой степени меняется, что даже если у тебя был базовый ресурс, на котором ты стартанул, ну, красавчик, но дальше-то смотри на потребителя, а этого почему-то не делают. То есть приходят и говорят, слушай, мы производим хлеб. Говорю, хорошо, а когда вы последний раз были в Европе и смотрели, какой там хлеб, как там развивается эта отрасль, вот где вы и где они, чувствуете разницу? А некогда. Это знаете, как пилить надо, да, вам бы пилу подточить, некогда, пилить надо. И вот они замерли, да, у них достался ресурс в виде завода, да, у них есть старые рецепты дарницкого хлеба, но всё меняется. И спрос меняется. И спрос меняется. Молодёжь растёт, и всё, меньше едят дарницкий хлеб. А мы сидим, как эти, как болванчики, и повторяем, что мне сделать, чтобы дарницкого хлеба продавалось больше? Ничего. Не пегите его, пожалуйста, хватит. Я сейчас утрирую, да? Это очевидная вещь, да. И мне кажется, сейчас вот поколение, вот то, о чём вы говорите, вот поколение меняется, и у них уже появляется спрос на, вот повышается ценность к продукции, к продукции, которая эко, да, которая там, вот, как говорят, безлактозная, безглюкленовая, то есть с какими-то такими современными штуками, с какими-то такими новыми веяниями, течениями в медицине, в нутрициологии, короче, прошу прощения, вот, а этому не соответствуют, поэтому обучаться-то надо. И часто говорят то, что вот у человека не хватает насмотренности, этого действительно многим предпринимателям не хватает. Когда ездят за границу, там, да, ни для кого не секрет, что в России, там, предположим, какие-то тенденции, они приходят из-за границы, и это нормально, то есть, и это даже хорошо, то есть нам в ИДУ, это, по сути, ничего не надо. Съезди, посмотри, а как делается там. Да, часто такое бывает, кстати, вот, недавно у нас была программа про экспорт, выход на экспортные рынки, и говорили о том, что вот, например, в Европе, да, предприятие, там, если это хлебопекарня, то ей там сто лет, да, и там поколениями они управляли этой хлебопекарней, а у нас они все смеются и говорят, а из России предприятия, которые к ним приходят, они все организованы в 90-х, все, то есть никакой истории у компании нет. Поэтому, возможно, им и удобно, вот по тем рецептам, которые там в 90-х они получили после Советского Союза, когда предприятие перешло в управление, соответственно, им удобно управлять тем, что было тогда, но посмотрите там на тех хлебопекарня, которые в Европе работают сотнями лет, да, то есть как у них меняются рецептуры. Ну, здесь вот надо посмотреть, удобно ли им это. Вот мы говорим, им так удобно. Вот первые две ошибки, да, я сказала. Первое, я ключевой элемент, как солнышко в своей организации. Второе, не выводить деньги. Вот мы представляем, что ему надо поехать и пожить в Европе, а он ключевой элемент в организации. Да. Он не выводит деньги, он все в оборотку, все в оборотку, и у него нет денег. У него нет денег на путешествия, у него нет денег на пробную продукцию, которую он попробует и запустит, я не знаю, на Амазоне. У него нету бюджета на это. Ведь когда я говорю про вывод денег, я не имею в виду, что там себе напихать в карманы, детям и внукам куда-нибудь еще зарыть. Нет. Организация должна, у нее должен быть вот этот денежный ресурс, который они могут проедать в творчество, в создание нового, в исследование, да. А у них нету. А у них нету. А у них нету. А у них нету. Они не выводят, да. Да, они не выводят. Давайте тогда перейдем к следующему пункту. Мы так все с вами очень глубоко обсуждаем. Какой следующий момент? Мне очень интересно. У нас, получается, три мы разобрали. Да? Четвертый. Да, четвертый, значит. Я, знаете, его назвала, как доверять людям. Дико звучит, да? Вроде бы надо доверять людям. Я же про это говорила. Да, да, да. А здесь я говорю, что, ну, излишнее доверие. Здесь есть несколько моментов. Первый, который скажу. Вот начинать что-то не получаться. И они такие, а возьму партнера. Как все этого боятся? А я и хочу пойти в новый бизнес, но так боюсь, а возьму друга. Или родственника. Да? И самое фатальное, самые смешные, самые факаповые какие-то ситуации – это партнерство 50 на 50. Я всегда говорю, смотрите, вот вы зашли 50 на 50, и вы любите кошек, а ваш партнер – собак. И все. И в какой-то момент вы говорите, слушай, я подумал, съездил в Европу и решил, что мы сделаем ветеринарку только для кошек. А ты говоришь, а я ненавижу кошек. И что вот в этот момент вы будете делать? Если бы у вас было 51, вы бы сказали, блинк, кошки. Да, да, да. А здесь вы не можете. И очень часто люди, например, в какой-то бизнес заходят, даже если это производство. Один обычно технарь, второй продажник. Да, да, творческий и экономический. Да, или финансист и маркетолог, да, там какой-нибудь, и все. И если они не смогут разделиться по организации нормально, то бизнес лопается, он хлопает так, что щелчок там на весь город слышен. Да. Здесь вот какое-то, во-первых, доверие к людям, что они будут тебе помогать, что вы нормально разойдетесь, да, то есть меня спрашивают, вот, например, мы хотим зайти. Что нам сделать? Я говорю, вы развод пропишите. А сейчас мы прервемся на две минуты на рекламу и после рекламы продолжим. Не переключайтесь. Сто один пиар. Сто один пиар. Сто один пиар в эфире. В студии Дарья Тангелова. Напротив меня сидит Оксана Лихачева, и мы обсуждаем главные ошибки собственников при управлении бизнесом, при которых теряют до 60% прибыли. Оксана, давайте продолжим. Я вас так вероломно перебила. Да, мы дошли как раз до развода, ключевой момент в бизнесе. Ну да, бывает такое, что собственники разводятся, да, то есть условно. И это надо прописать сразу же, потому что все меняется в жизни. И очень часто, особенно если это заходит молодежь, у них там бывает, что еще и семьи нет. И начинает быть семья, начинает быть жена. Все меняется. Начинает быть третье лицо, которое вносит какие-то коррективы в бизнес. И все меняется. И здесь надо сразу прописать, как вы будете расходиться. Здесь, конечно, можно сразу же выстроить структуру таким образом, что собственники не будут участвовать в бизнесе. Это тоже правильно. Они как учредители будут заходить, как инвесторы. Будут инвестировать свои силы, свои деньги, да, и выстраивать сразу отдельно организацию. Вот. И либо вот если вы заходите, типа, да ладно, мы, друзья, мы разберемся, ну, пожалуйста, пропишите, как вы будете расходиться. Это самое главное. И разделите сферы ответственности и будьте сильны, не лезь туда. Да, то есть вот. Но пункт у нас называется доверять. Ошибка – это доверять. Вот вы разделили и говорите, он будет заниматься маркетингом. И все, что ли? Вот это чрезмерное доверие тоже рушит бизнес. Потом проходит год, и вы едете на какую-то конференцию, смотрите, как развиваются другие компании, какой у других маркетинг, и говорите своему партнеру, эй, ты, что происходит? Мы делаем человека неправым, начинаются скандалы. Чтобы этого избежать, сразу же, вот вы разделили области ответственности, поставьте себе критерии контроля. Просто по-человечески, по-дружбе сказать, Саня, как мы поймем… Хотя бы раз в месяц собираться и обсуждать, что дела в маркетинге идут нормально, по каким критериям. Все, вот больше ничего не надо. Просто как я пойму, что в твоей области все хорошо? А как ты поймешь, что в моей области все хорошо? Не надо слишком доверять. Доверяй, но проверяй. Это придумала не я и не вы. То есть это русская трудная пословица, которая действительно, это истина. И дружба будет крепче через показатели. Даже если вы взяли ключевого сотрудника, очень классного, который работал на Эхо Москвы, и он все знает, и вы уверены, что он вам сделает все нормально. Ну, задайте ему вопрос, как мы поймем, что у нас движется все в нужную сторону. Все, и конфликта будет, и мы будем избегать. Поэтому тоже очень такая интересная ошибка, чрезмерное доверие и партнерам, и сотрудникам. Поехали дальше. У нас осталось буквально меньше 10 минут и два пункта. Что же еще? Три еще. Мы четыре разобрали. Следующий. Уйти и никого не оставить. Вот бывает такое, из компаний, компания немножко встала, окрылилась, смотрим, пошли какие-то деньги, 100 тысяч прибыли, 200 тысяч, 300, 500. И все. И я смотрю сториз. Да, я смотрю сториз. Здесь он на красном пляже, здесь он на белом пляже, там он на горах, там он еще где-то. И вот это и понеслось. Я все время говорю, слушай, ты вот ушел из дома, а дома-то кто остался? Ты хоть квартиру-то запер. Кошку-то кто накормит-то, да? Да, кто старший? Я говорю, кошка, попугай, кого ты оставил? Почему ты, опять же, вот оставляешь этих людей? Давайте так, у собственника есть функции, которые надо выполнять. И, к сожалению, сотрудники их не могут выполнять. И функции должны четко делиться. Опять же, я сейчас говорила очень много про уровень долга, про мотивацию, но постоянно создавать что-то новое, это прерогатива собственника. Сотрудники все время будут останавливать и стабилизировать, потому что любой человек хочет стабильности. Больше всего мы боимся это изменений. И вот я только наработала бизнес-процесс, у меня все работает четко, я понимаю, как сделать план на следующий месяц. Приходит собственник и говорит, новая задача, теперь мы продаем воду. И вам новые планы. Вы такие, будь ты неладен, поезжай на свои балли, еще ты приволокся. То есть люди это не любят. Но если их не трясти, это же болото просто станет. Это будет болото, они будут стабилизировать. То есть что такое? Нет такого понятия, как стабильность, есть понятие стагнация в организации. Все, и мы в это с вами просто улетим. Поэтому, когда возникает ощущение, что организация встала на ноги, начала работать, опять же, здесь надо выходить из этой оперативки, сейчас очень модно, выйти там из операционного управления. Очень аккуратно. Надо выходить в стратегическое управление. Либо стратегировать самому, писать стратегии, цели, либо брать себе помощника. И тогда, когда даже мы отлучаемся, кто-то приглядывает за нашим домом. Кто-то доверенный. И мы сможем туда вернуться. А я видела случаи, когда выходят из бизнеса и даже попасть туда обратно не могут. Приходят, а там им говорят, а там с виллами встречают и говорят, что надо. Не ломай нашу хату. Не ломай нашу хату. Да, да, да. И потом спрашивают, а как так получилось, что они у меня украли всю базу, они у меня увели бизнес. А почему ты до такой степени им доверял? А где контроль? А почему эти файлы хранились у них, а не у тебя? Вот я сейчас скажу очень смешную вещь, но есть организации, у которых до сих пор CRM в ежедневнике. Есть. Есть. Они существуют. То есть и потом мы что-то, потом что-то упускается, куда-то он ушел, ищем в столах, ничего нет, бизнеса нет. Весь бизнес был на какой-то картонке. Да. Да, он приносил 500 тысяч рублей, но вот он как взлетел до 500 тысяч рублей, он точно так же хлопнется в минус 500. И это надо понимать. Выходить, вот это вот фатальная тоже ошибка, выходить просто, уйдя... В никуда. В никуда. В свободу в какую-то они пошли. Нет, если вы выходите, чёткий контроль, то есть я называю это власть над бизнесом, то есть по вашему желанию всё-таки вы определяете цели, вы определяете, какими путями будут достигаться эти цели, и пока они их достигают, вы можете съездить в горы. Вот я считаю так. Вот это следующая ошибка. Прекрасно, да. Дальше. Ещё я наблюдаю следующую ошибку, я её назвала перестать развиваться как собственник. Согласна с вами, да. Вот человек, значит, он такой, у меня всё хорошо в бизнесе, и особенно женщины, и тут они такие, блин, я ж мать. И начинается, они, значит, пошли заниматься. Да-да-да. Слышите, ребёнку 13, он выходит из-под контроля. Я ж мать. И пошла, значит, сначала на курсы. Потом человек начинает понимать, что если так всё неладно в его жизни, с ним что-то не то, его внимание заворачивается в себя, и начинается... Психология. Психология, хождение по углям, тета-хиллинг, и полетели. И всё. Потеряли человека. И потеряли человека. Потеряли собственника, да. То есть, и получается, что это тоже развитие, но оно сбоку. И если смотреть честно, холодно, мы перестали развиваться как собственник, мы перестали развиваться как предприниматель. Это как, знаете, мы забросили всё, занимаясь только математикой. Самое грустное наблюдать, когда собственник, очевидно, слабее своих сотрудников по всем параметрам. То есть, когда с собственником встречаешься, у меня такое было однажды, спрашиваешь, какое у вас направление наиболее маржинальное? Маржинальное. Так смотри. Что? То есть, я как будто бы при нём сматерилась. И в этот момент я понимаю, что вот этот человек намного старше меня и бизнесом занимается примерно столько, сколько я живу. И как бы, ну, нельзя так. Нельзя так. Ну, нет, учёта финансового нет у очень многих. И у меня один раз вот пришёл ко мне как наставник у человека и говорит, слушай, помоги, у меня вот что-то, там несколько точек и вот несколько сыплятся, не зная, что делать. Я говорю, принеси мне цифры. Их нет. А их нет. Ну, на это ушло две недели. Да, они считали. Оксан, ну, это... Я говорю, нет, мы следующий с тобой разговор будем вести по цифрам, принеси мне цифры. И вот он приходит ко мне через две недели с двумя листочками, с круглыми глазами, чуть-чуть синеватого цвета и говорит, Оксан, ты знаешь, этот бизнес никогда не приносил прибыль. Я вижу бизнесы, которые... Собственника спрашиваешь, как дела? Он говорит, все хорошо, что с прибылью? Да, я изымаю деньги. Изымать деньги и прибыль это две разные вещи. Конечно. У многих организаций есть оборотный капитал, да, то есть есть какие-то средства, которые в оборотке. И взять их, и доставать по сто тысяч, и дурак может. И это как бы, ну, нормально. Да, да. А компания закупается в кредит при этом. Да, и у него есть ощущение, что у него есть деньги. Но это просто вот куча денег, которые он по чуть-чуть берет. Прибыли на самом деле нет. Это вот шестая. И седьмая, это все-таки я веду к тому, что, собственно, не должен заниматься целями и стратегиями. Чья это компания? Чей это бизнес? Каким он будет через пять лет? А почему вы занимаетесь именно этим? Что желает ваш потребитель? Вот все-таки вот эта ментальная направленность, то есть какое-то истинное предназначение компании должен определять собственник. Ни кошки, ни попугаи, ни классные партнеры, ни сотрудники. Сам собственник. И тогда компания становится великой. И его компания в первую очередь. Да. Они благодаря людям, которые у него работают. Хотя, в принципе, да, благодаря людям, которые у него работают, но это люди будут видеть, что у них лидер ответственный, самостоятельный, умный, как минимум, который разбирается в том, что они делают, а не уехал куда-то там на Бали, например, как вы говорили. И самое важное, я как сотрудник, и как соучредитель компании говорю, что важно, чтобы действительно, я с вами абсолютно по последнему пункту согласна, что руководитель должен инициировать развитие компании. Он должен быть главным инициатором. Не так происходило, чтобы подчинённый подпинывал и говорил, давай, 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 мы что-то будем делать, давай мы будем развиваться, давай мы пойдём туда, давай мы пойдём сюда. А руководитель такой, воу-воу, полегче, ребята, Полегче, у меня отпуск, отстаньте. Мне некогда, у меня там отпуск, у меня там кошечки, у меня там собачки, у меня там то и всё, третье, десятое. Нет, то есть если мы видим, а что в этой ситуации? То есть если мы видим, что сотрудники инициативные, то есть у них есть реальные идеи по развитию, то есть они работают не тупо ради денег, не тупо, чтобы в болоте сидеть, что собственнику в этой ситуации делать? Собственник должен понимать, что его самое главное предназначение – это мечтать и видеть цели. Потом этими целями он должен заряжать. Ведь вот как вы говорите, мне нравится это делать. Люди очень часто говорят, я горю этим. Вот зажигать сотрудников должен собственник. Он должен увидеть классную цель, должен зажечь и потом показать, что он не просто с ума сошёл, а у него ещё план есть, у него стратегия есть. Это самое главное. Это не сложно, и это можно сделать и нужно делать. Спасибо огромное. К сожалению, время эфирное наше подходит к концу. Меня зовут Дарья Тангел, в студии со мной была Оксана Лихачёва. Оксана, большое спасибо за всё, что ты нам сегодня рассказала. Спасибо вам. Было очень интересно, полезно. Я думаю, что наши слушатели это оценят. Всего доброго и до свидания. До свидания. До свидания.